То есть, когда мы с вами выходим в управление в области вечности, наше восприятие переходит в действие. Мы всё время духовно в этой области, мышлением мы в этой области. И мы видим бесконечно хорошее развитие. И тогда наше восприятие любого элемента реальности или какого-то события, неважно. Даже если событие прошлое, мы-то здесь видим бесконечно хорошо решённое. Получается, наше восприятие даёт перевод в норму здоровья. И тогда мы видим, что наша восприятие уже работает на превращение в норму здоровья. И вот это основное, да, как бы вход в управление, вот вход в такое мышление. Казалось бы, абсолютный, идеальный уровень. Ну, это та реальность, которую мы реализовываем сразу же сейчас таким мышлением. Ну, когда мы в этом уровне начинаем работать, ну, мы начинаем, как бы, вот чувство восхищения, и это так хорошо решено, и это так хорошо решено. И мы начинаем выходить на контакт с Богом в итоге, как будто мы Ему показываем. Первый импульс же сразу к Богу идёт, от состояния удовлетворения, от состояния счастья. Вот человек становится абсолютно удовлетворён действием Бога. Вот здесь никаких претензий, да, никаких обид, ничего такого вообще нет. Здесь видит идеальное решение, и он становится удовлетворён. Вот этот момент, надо запомнить, да, что нам очень важно именно мыслить вот такими категориями. Именно такое мышление выводит нас в управление. И здесь мы видим, раз всё хорошо решено и решается, и было решено, но мы видим, что Бог от факта вообще создания всё хорошо создал для человека, создал бесконечно хорошие развития. То есть мы как бы нашли сами себя, как бы вспомнили себя, как это мы абсолютно всем удовлетворены, всего хватает, всё бесконечно хорошо. Смотрим, да, на родственников своих, на друзей. Может, какие-то неурегулированные отношения были, а здесь видим бесконечно хорошие развитые отношения. На этомrest.. Мы взглянемо как нашего уюта, anoхе наслаждаться, То есть мы выбрали в этой макрооблах и структуру своего Я, а как лично мы обеспечили вечную жизнь каждому, реализовали воскрешение каждого. То есть мы с вами настолько делаем здесь прямое управление, где вообще не может проскочить вообще никакой капли даже там, никакой точки, возможно, неблагоприятного. Этого не бывает в области вечности, только бесконечно хорошее развитие по любому вопросу. То есть мы смотрим, как мы созданы бесконечными, как мы созданы вечными изначально. Переходим к тому, как Бог реально нас создал. И вот движение такого мышления и контакт с Богом, мы видим это вполне естественно. Мы понимаем, что мы всегда контактим с Богом именно в этом уровне бесконечно хорошего развития. И вот мы выходим в этом уровне, как раз на контакт с Богом, уже появляется образ создателя или образ Григория Петровича. Мы здесь с вами как бы набираем потенциал этой энергии будущего для того, чтобы реализовать управление по конкретной какой-то задаче. В определенный момент мы увидим, как это управление выйдет по нашей задаче. Прошлое выйдет, луч очень мощный. И мы подводим вся эта энергия будущего, как бы подходит под все события прошлого и как бы поднимает, снимает все минусы вектора, все проблемы развития мира и человечества. So then we see how this beam of light that's coming from infinity level moving into the past events gets under these layers of events in the past, normalizing, shifting them upwards through the positive vector of the control. Вот мы, например, по какой-то частной своей конкретной задаче думаем, выйдет вектор управления, но он пойдет работать в первую очередь по задачам цивилизации. Какие-то глубинные, такие неразвитые моменты в развитии прошлого цивилизации будет выравнивать? So here we see that although we are planning to monitor that this beam of light will go and normalize our past events, but then we see how this beam of light is moving in the direction of some common issues in the faraway past, normalizing these events for the civilization. Вы думаете про конкретного, например, человека, да, или с собой работаете, а очень большие пласты, которые в мире нужно восстановить в прошлом, вы видите, они поднимаются, нормируются, хотя казалось бы частная задача. Although you are maybe specifically working on a specific person or working on yourself, normalizing past events, but then you see how this control is shifting the masses of information related to larger amounts of of people capturing levels of micro-salvation. И в определенный момент уже увидим, да, линии благоприятного, счастливого развития, которые идут в бесконечное счастливое будущее. And then at some point we see how some lines that represent happy infinite future. And so these lines, these arrows are moving into the minus infinity into the past events. Вы видите себя или человека, с кем вы работаете, да, когда уже сняли информацию причины, всё открылся в светлый путь, увидите счастливое бесконечное развитие. So if you are working with somebody or yourself, if you look at this person now, you see how this person freed from the past information is moving along freely and like a weightless in the light. И мы выходим опять в эту область бесконечно счастливого будущего, в область макроспасения. And then we get again into this area of infinite future, in the area of micro-salvation, in the infinite future. And then we see that this kind of future in the infinite level it is available for all and it's not limited to any level. So here we observe that creator is actually working equally for everyone at all levels. If he gives, he gives to all and it is available for all at all times. И мы уже это воспринимаем как образ, как универсальное действие Бога, универсальный образ, вечно живущий человек. So then we perceive this image as an universal image of the creator and the universal one image that represents the humanity in general. Когда мы концентрируемся на этом образе, как на универсальном действии Бога по отношению сразу ко всем людям. Вот некоторое время концентрируемся, а потом начнём видеть проявление этого действия во всех временах сразу же, что это достигает каждого человека. So if you concentrate for some time now on this action of the creator, this universal action of the creator for all, then you see that this life actually reaches every single person in the reality, including all past and future events.